это город козельс очень старинный город еще татаро-монголы пытались его взять и спалили убивали но он выжил город и вот так он выглядит ну фильм будет о стране вихляндии то есть я уже здесь 12 лет работы сделал парк в этом городе и мне появился один заказчик с которым мы сработались и 12 лет я оформляю парк частный парк или там музей арт-бетона ну и губернатор выделил землю ну кто за мной наблюдает как бы знает этот объект и вот я вам хочу показать такой вот вход страна вихляндия 113 метров будем говорить царь вихлянцев он у него есть какие-то свои цифры вот на 13 он у него много и дом 13 там родился 13 ну что-то какие-то не фобии есть с 13 числом самое интересное у меня тоже на 13 у меня зарплата в армии было 13 80 рублей я был медиком я люди люди уколы любил делать и вот так вот здесь 613 метров а на луну 3800 я не знаю сколько нера 30 308 4000 метров на луну и он и лягушечка лежите грибочек и царь вихляндии приглашает в гостях а это у нас смотрите на москву 231 километр то есть это указатель на москву туда но еще я хотел на берлин ну что-то место не хватило и вот такой вот как бы входная группа в страну вихляндии уже тоже года четыре назад мы это сделали и вот такой входная группа она выглядит то есть все целое все кирносит ближе пока подойду покажу как он с близка находится краска бетон все смотрите живой я но уже где-то мухам уже покрывается не значит он плачет или что такое пить и какую-то вода мир падает а вот смотрите видите корона у него не держится потому что арматура близко к раствору и на на жаре она расширяется разрывает бетон это самая болезнь и вот этих арматуры она имеет ну определенные температурные расширения и поэтому вот самая большая проблема когда очень тонкие работы сложно делать это проблема видите корона не держится а так вот внутри ведь и где толстые бетонные конструкции то ну они прекрасно выдерживают температурные расширения так что правило простой бетон не любит мелких работ все он любит монументальности и вот отсюда надо и делать каркасы очень сложно пальцы делать но пить а вот как я сказал смотрите большая проблема вот видите пальцы где вот выглядывает они подходит и вот это микротрещины получается что то есть где арматура близко подходит то нету шансов спасти эту работу ну теперь указатель туда я немножечко покажу как идти на вихлянтию это уже нас где-то 20 октября 22 год то здесь очень красивое место речка находится улица такая вот уже зажиточная ну неплохое место здесь около речки всегда места неплохие и конец поселка тоже так бы спокойненько можно жить и достаточно много земли землю как бы я не знаю не особо ее здесь возделать земли всегда много и поэтому ну может не знаю на югах где я живу у нас огороды клубнику растят а здесь просто деревья ну земля всегда есть хорошо судите какие вот какая вот роща интересные за этой рощи находится страна вихлянди но такая интересная получается стоянка для машин очень удобно вот ее подсыпали как бы такой насыпной асфальт сделали ну я вам еще покажу вот такая есть мусорка это тоже делал царь вихлянди за свой счет чтобы было красиво я его уговорил и в принципе он ведется на такие вот истории как бы облагоустройство всегда хорошо и вот так вот это вот мусорная как для будут для мусорных баков стоянка или как правильно сказать место то есть она так выглядит видите сюда и траву скидывает это потом как-то грузится убирается не знаю лопатами как ее потом сюда вывозить ну баки понятно из машины и вот такая история короче вот так выглядит этот место для баков даже что-то написано да давайте прочитаем мусор рядом не ложить для этого есть контейнера во понять это написали но там мусорка номер один вот и и кот там на гармошке играет ну-ка ты собаки сюда приходит есть здесь и же продуктов много остается месяц чем попитаться ну у меня есть мастер-класс подробно там три-четыре или пять фильмов как мы делаем эту мусорку ну считайте здесь и бревна и забор такой это как бы эконом-класс такой побыстричку можно эту работу сделать и вот ну только одно что сюда далеко было раствор возить и вот по этой улице возили раствор ну это вот дальше идет улица в страну вихляндию и не значит смогу ли я дойти и показать как ну хотя бы сдалека именно эту усадьбу стороны вихляндию ну этот страна вихляндию находится город козельск калужская область и вот как бы тоже очень удобно на на краю села поселка будем гали города и вот здесь находится такая речка а там ведь и выезд уже в сам парк и там будет крепостные стены крепость замок дракон ну много там интересные скульптур там сотни тысяч и наружить их скульптур сделанных десятилетия мы работаем и вот я покажу уже мы подходим вот эту дорогу тоже царь делал то есть ну почему то здесь не разрешено асфальт делать вот как смогли подсыпали такую насыпную в принципе ездить можно вот видите речку бревнами ветками как бы закидывает и ну только когда поводок может это все по умывается ну и вот сама вихлянди отсюда выглядит вот так вот ну сейчас уже холодно туристов мало а когда тепло очень много туристов все это в машины заставлено детей из вот этих как бы туристы платит деньги в заход и идет строительство этого парка ну если отдельные фильмы по входной группе здесь такой кабанчик стоит и он все время хитрый кабанчик он боится поправиться чтобы не съели не жду чтоб не сожрали то есть он следит за фигурой и как бы и никому не интересен звать его додик вот такой каркацикл которые чтобы доехать до стороны вихляндии откусил своему водителю ногу или съел его вообще вот смотрите во рту бензина конца такая у нее нога там и он сидит плачет ему себе его жалко думаю зачем его съел ну вот такая сказка страшная вот смотрите сморчки козельский пиво боба гога и боба ну два придурка короче вот они сопли текут и у них там игроках раз рогатка там хулиганы короче ну вот эта страна вихляндии 2010 год это такая граница вот этой ну такой вот крепостной стены и вот начинается сама сказка там дом пирата маньяка он какой-то такой вот человек который самоубийца он взял бочку и хочет взорвать сказку некоторыми нравится сказка нее критикует говорят здесь много таких злых персонажей мы хотим всех добренькая там и а страшно мы не любим он самоубийца ее ответе думать что он зовет сказку мы ничего не получится народ поддержит сказку ну так вот как бы виде речка здесь уже она уже чистится и она более-менее красиво выглядит а там видите все завалило ее и сейчас эти вода мутная ну то что дожди ну такая вот как бы если отсюда посмотреть выглядит вот так но такой видите дон кихот который там на рыбе сидит за порядком таша рядом речка и он он ведь и с таким мечом то есть тоже лет восемь назад я его делал но так все выглядит забор 10 лет назад стоит и там и как бы были поводки и все это развивалось и ну принципе все выдержит но есть конечно где-то мелоча где разрушается нет бетон там тонким арматура близко то не выдерживает вот таких солнца не выдержит расширений ну такой вот фильм а ведь я здесь уже власти провели асфальт но сюда почему-то не повели не знаю не знаю почему может есть какие-то там требования речка туда не знаю почему там дошло сюда здесь уже сам хозяин вихрянди или как его царь вихрянди делал этот эту дорожку вот видите здесь все такие домики слабенькие и что-то народ не хочет не любит строится и так все это выглядит